Более 41 миллиона рублей – такова общая сумма штрафов, которые были выписаны водителям в Брянской области с января 2013 года. Благодаря передвижным комплексам фиксации «Арена» и стационарным комплексам «Робот» было зафиксировано около 215 тысяч нарушений правил дорожного движения. Средняя взыскиваемость 40%, 35-40%. 60% не платят? Пока не платят, да. Работаем над этим вопросом через судебных приставов, отправляем туда постановление, совместно с сотрудниками ГАИ мы наладим этот вопрос и будем взыскивать через судебных приставов, не платить еще. Вся информация о нарушениях на дороге собирается здесь, в Центре фото-видеофиксации. Специалисты отделов анализируют и обрабатывают полученные данные. Благодаря фото-видеофиксации нарушений ПДД удается значительно сократить аварийность на ряде проблемных участков в нашем регионе. Нужно устанавливать эти роботы там, где имеется статистика ДТП, статистика нарушений скоростного режима. Для того, чтобы именно на этих участках уличной дорожной сети эту статистику снизить. Потому что, ну да, конечно, можно задаться целью, потратить огромные бюджетные деньги на то, чтобы на каждом углу поставить эти камеры. Это неправильно. И губернатор такую задачу поставил. Действовать адекватно ситуацией. Из четырех стационарных комплексов фиксации сейчас, кстати, работает только два. Один специалисты вынуждены были временно отключить из-за реконструкции опор вдоль проезжей части. Другой необходимо ремонтировать. Дорогостоящий аппарат, раньше располагавшийся на Гомельской трассе, пострадал от рук вандалов. Последний случай был такой, что его, вот тут можно увидеть следы повреждений на нем, вот они. Его пытались очередное свернуть, в конечном итоге он упал вместе со столбом. Сейчас требуется восстановление. Мы у себя в затратах думаем о том, чтобы нужно, значит, страховать это все. Эффективные меры охраны комплексов фото-видео фиксации будет искать специальная рабочая группа. Скорее всего, это будет круглосуточное наблюдение за установленным оборудованием. Дальнейшая задача центра – развивать и модернизировать систему фото-видео фиксации нарушений ПДД, чтобы ни один лихач не остался вне зоны камеры. Давайте просто привыкать жить в правовом поле. Стоит знак 40, давайте проедем 100. Стоит 60, 60. Есть дорога и условия позволяют 130 сейчас, и федеральное законодательство дает возможность. Вот нам надо всем быть друг другу взаимно вежливым, пешеход и водитель, ну и всем соблюдать правила движения. А мы будем стараться фиксировать для того, чтобы нарушитель понес наказание. Уже сейчас, если у остановленного инспектором водителя оказывается неоплаченный штраф, сумма нового удваивается. С долгами не выпускают за границу. Губернатор потребовал повысить уровень ответственности и улучшить межведомственное взаимодействие. Это касается прежде всего службы судебных приставов и госавтоинспекции. Решено направлять постановление о нарушении не только на домашний адрес должника, но и в случае неуплаты штрафа на работу. Если водитель будет и после этого игнорировать законные требования, информацию о нем передадут в СМИ.